Моего прихода в политику я достаточно успешно с личным составом выполнял поставленные задачи. Я считаю, что мне хватит жизненного опыта и интуиции, чтобы понимать, что все, что я буду делать, оно будет делаться исключительно для укрепления обороноспособности. Я не буду лезть ни в экономику, где я действительно могу быть слаб. Я буду пользоваться услугами юристов для того, чтобы разрабатывать такие законы, воздействовать на военный сектор таким образом, чтобы отстранять от власти тех генералов, которые занимаются исключительно расхищением. То есть мы достаточно четко понимаем, что у нас самое большое количество генералов после России. Это мы еще больше. То есть если там у них вообще варьёк или мани где стать, то наши хотя бы через одного, через два на треть. То есть надо сначала прорядить тот сектор, который определяет обороноспособность. Посмотреть, чтобы там не было случайных людей, чтобы не было, как до сих пор, я честно сотрудничаю с волонтерами, и практически все снабжение батальонов сейчас идет через волонтеров. Начиная от покупки средств индивидуальной защиты, заканчивая техническим оснащением от коллиматоров, тепловизоров, прицелов для высокоточных винтовок. Все у нас куплено исключительно за счет волонтеров. То есть надо будет разрабатывать такой симбиоз. Нам надо использовать то положительное, что было накоплено за период этой войны. Чтобы мы использовали это в будущем исключительно с положительных каких-то позиций. Вот этим я займусь первое время. Потом, когда мы наведем порядок, и это обязательно будет, потому что у нас нет уже другого шанса на ходу где-то что-то менять. Я буду работать над тем, чтобы наша армия была современной, мобильной, грамотной, чтобы те офицеры, которые приходят служить с лейтенантских, скажем так, погон, понимали цели, которые они перед собой ставят, какие у них перспективы, и чтобы они достаточно грамотно руководили своим личным составом. Потому что это самая главная проблема на сегодняшний день. Нельзя говорить, что на войне не страшно. Многие боятся. Но именно умение определить, когда в человеке зарождается страх, и подавить его, или помочь бойцу преодолеть, это обязанность командира. Если командир этого не умеет, или сам боится, или у нас есть такие трагические случаи, когда только где-то слышат, что где-то танки, еще не слышали ни танков, только слух пошел. Командиры садятся на уазики, уезжают, но есть такие, это обратная сторона медали. У нас есть как героические случаи, такие позорные. И командиры просто оставляют позиции, бросают личный состав, уезжают. Вот этих командиров надо убирать, ставить тех, кто может командовать, кто умеет, кто поведет своих бойцов за собой, кто может грамотно этих бойцов вводить, а не так, чтобы в качестве Ивана Сусанина завел и бросил. То есть вот этим я буду ставить перед собой основные задачи своего действия в парламент. Спасибо. Ничего, если Евгения, мы сразу перешли Евгению. Извините. Я считаю, что нашу страну нужно защищать не только с автоматом на передовой. Нашу страну нужно еще защищать изнутри, и нашу армию. И мы, те, которые побывали на передовой и в кругу солдат, обычных солдат, мы знаем, какие средства выделяются и какие средства доходят до обычного солдата. И я думаю, наша основная задача будет это не дать больше разворовывать и грабить наших солдат, и разворовывать нашу армию. Я думаю, это одна из первых и основных наших задач. Сергей Торьевич, скажите, пожалуйста, как Вы можете оценить криминогенную ситуацию на территории с особым статусом? Мы понимаем, что там много людей вооруженных. И как Вы собираетесь не пустить весь этот криминалитет сюда, на большую Украину, если можно? Хороший вопрос. Я снова уже возьму право первого голоса. Момент, когда... Я хочу что-таки напомнить, что мы, в отличие от других батальонов добровольских, мы милицейские батальоны. И мой батальон, и Евгения милицейские батальоны. То есть наша основная была задача в зоне АТО, мы как бы работали вторым эшелоном. После того, как взломана оборона, мы заходили в города и наводили там конституционный порядок. То есть мы с помощью оперативных действий, с помощью опроса местонаселения, с помощью тех навыков, которые все-таки присутствуют у нормальных, хороших, в хорошем смысле, милиционеров, выявляли полностью ту криминогенную обстановку, которая присутствовала в городе, от Славянска до Дзержинска в частности. И вполне успешно занимались тем, чтобы вычисляли, кто при каких условиях, что именно совершал в период действия ДНР. Когда вот только сняли украинский флаг и до покидания этой территории. То есть начиная от бездействия или злодействия городских властей, от мэра, его помощников, заступников, и до последнего шахтера, который руководствуясь там или делением души, злобной пропагандой или там с помощью даже преступных приказов руководства шахт, которые управляли, допустим, людям в больничный. Человек находился на больничном, в это же время ему давали в руки оружие, он шел на баррикаду. То есть эти все случаи мы выявляли, и практически все те, кто участвовал в террористической деятельности, мы понимали его градацию вины. То есть есть люди, которые просто приходили и несли службу с оружием на блокпосту, но он не убивал. Ну мы четко знаем, что он не убивал. То есть с этим человеком нет смысла его ставить к расстрельной стенке, правильно? Ну то есть человек мог заблуждаться, людям, собственно, это присуще, заблуждаться в некоторых своих взглядах. И особенно если ежедневно ему там эти помои со стороны российского телевидения ежедневно обливаются. Конечно же он может некоторые решения принимать, основываясь на неправильной информации. А есть те, кто совершал действительно преступление. Там с помощью снова же журналистов будет восстановлена хронология происходящего. У нас эти материалы есть. В принципе мы действительно нарабатываем с помощью тех сотрудников милиции, которые сейчас находятся в зоне АТО, очень мощную доказательную базу тех преступлений, которые совершались определенными лицами. То есть когда президент говорит амнистия, это не подразумевается, снова же Евгений правильно говорил, это не подразумевается, что те, кто уничтожали людей десятками, будет амнистирован. Это в корне неправильное восприятие и это скорее всего считают тоже какое-то средство воздействия на широкие массы, чтобы была истерика в обществе. Будет как раз амнистия для тех, кто вышел, взял оружие или принес поесть на блокпост. Он вроде и поддерживает ДНР или ЛНР или еще какую-то террористическую организацию. Но за это человека нельзя не сажать в тюрьму и ставить с ножек расстрельной стеной. А вот те, кто уничтожал людей, те, кто занимался хищениями, те, кто совершал те преступления, которые классифицируются уголовным кодексом, то есть те, они должны будут нести показания в любом случае. И эта заказательная база, она есть, существует, она будет накапливаться и все равно люди ответят по закону. Я надеюсь, что я ответил на вас. Я так понимаю, что на созданных территориях вы будете тоже производить задачи? Конечно, конечно. И я вам больше скажу, что та территория, которая контролируется на данный момент боевиками, у нас там точно так же мониторится ситуация. Кто, что совершает. Я бы хотел разочаровать тех, кто считает, что всех, кто там находится на той территории, они все поголовно террористы, там, сепаратисты и преступники. Никак нет. Там очень много людей со светлыми головами и с ясным мышлением. И они как раз помогают нам четко мониторить ситуацию о том, что там происходит. То есть, если человек совершает преступление, мы об этом четко понимаем и знаем. И эта заказательная база постоянно накапливается. Я хотел бы, чтобы все равно с помощью прессы это будет известно. Они должны это знать. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. И все, что они совершают в качестве преступлений, за все они будут отвечать. Пожалуйста, у меня Анатолийна Крекина, когда я говорю, у нас додием коллеги, у меня вопрос. А как вы, в общем, видите, майбутнє добровольческих милицейских батальйонах? Если, ну, уяви, что ситуация заморозилась на каком-то таком этапе, там, спорадичного вогню. Что дальше? Где мают быть эти батальйоны? Что они мают делать? Отличный вопрос. Смотрите, это один из вопросов, который мы тщательно сейчас обговариваем в наших диалогах на сегодня. Значит, те, кто сейчас находится в зоне АТО и принимают участие в боевых действиях, это самая будет боеспособная часть мужского населения, да и женского, грубо говоря, которая может в любой момент оказывать вооруженное сопротивление любому агрессору, который вторгнется на нашу землю. Скорее всего, всем этим людям, пока война любая заканчивается, хочу, чтобы каждый это понимал и оптимистически смотрел в будущее. Когда наступит тот день, когда война закончится, опыт этих людей будет просто глупо не использовать в дальнейшем. То есть, та милиция, которая находилась в Донецкой и Луганской областях, она себя в большинстве своем дискредитировала. То есть, она просто нуждается в замене, практически в тотале. Я постараюсь. Большая, подавляющая половина этих милиционеров, они открыто поддерживали все действия преступников. Некоторые у нас есть ложные данные от передачи оружия, заканчивая передачей боеприпасов преступникам. То есть, вчера он, это вчерашний наркоман и убийца, а этот милиционер приносит ему боеприпасы на блокпост. То есть, та милиция, которая существует, она нуждается в замещении и в соответственном привлечении к наказанию. Те, кто прошли боевой путь и своими действиями подтвердили, что они являются честными, порядочными и в состоянии контролировать порядок на той территории, они могут занимать все необходимые должности в создании нового отряда милиции и обеспечивать порядок на новых территориях. Соответственно, я себе очень бы хотел видеть, использовать опыт тех людей, которые имеют после возвращения из этого конфликта в будущем. То есть, я не говорю, что нам нужно бездомно передрать опыт, допустим, в Швейцарии, или в Финляндии, или еще в Киеве, или в Израиле. Нам нужно брать самое лучшее от них и примерять, как оно подойдет к нам. Я бы по тем людям, которые вернулись из зоны боевых действий, кто в состоянии себя контролировать очень хорошо, скажем так, все равно есть некоторые моменты, когда люди уже получают ранения, получают какие-то психические травмы, потому что на войне интересно читать это все в бумажке или смотреть репортаж новостей. Когда находишься там, можно видеть очень страшные для психики человека вещи, и многие ломаются. То вот те, кто пройдут эти семь кругов вадок, и те, кто будут в состоянии потом защищать свою Родину, я бы предложил такой вариант, что оружие у них находится по швейцарскому варианту дома, и используя, допустим, этот даже резерв у нас на порядка 50 или 60 тысяч сейчас находится... ...находится... ...подымет на следующий уровень. ...который нам просто жизненно необходим. Андрей, можно вопрос? Да, конечно. Мы не даем на выявление, давайте... Доконку просто... ...вы сказали по вчерашним законам по Донбассу, да, если нам что-то не понравится, мы можем требовать изменений. Конечно. А вот каким образом вы будете требовать изменений? Вот как вы планируете это все изменить? Вы, конечно, не просила бы методом, либо еще... Нет, вы перестаньте. Я бы очень не хотел... Я, знаете, первое, когда вообще началось наше, скажем так, общение с политиками после возвращения, это было внутреннее убеждение, что те бездарные руководители, которые не в состоянии предотвратить массовые гибели военнослужащих на поле боя, они должны быть накалывались. И вот с этим внутренним убеждением мы... Это я имею в виду себя лично, командира Добровольского батальона Днепра 1 Юрия Березу и батальона Донбасса Мена Семенченко. Мы прибыли сначала к Главе Верховной Рады, потом к Президенту, и мы требовали наказания. Я хочу, чтобы вы знали, что мы ни в коем случае не готовы и не хотим брать силовой вариант как основной для решения этой проблемы. Есть вполне законные методы для принятия решений по тому генералу, который имеет ответственность, власть и не умеет этим всем пользоваться. Для этого есть трибунал, есть генеральная прокуратура, и они обязаны с помощью законных способов и методов определить его степень вины. Если он не принял, допустим, как говорили, если его действие или бездействие привело к таким жертвам необоснованным, то есть он должен поднести наказание. Не только снять с должности, снять его с повышения, знаете, как говорят. В частности, у нас так сейчас, грубо говоря, всегда происходит. А именно...